Дорогие мои земляки, рад снова встрече с вами. Сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Юрий Кишкикенов и главный санитарный врач Джанр Николаевич Инжиев. Как вы знаете, Центр управления регионом мониторит обращение к граждан в социальных сетях и активно работает с обращением к гражданам и совместно с органами решает их. И сегодня мы обсудим, наверное, главную тему этих дней, это обязательную вакцинацию, которую объявили полники, а также новые меры по недопущению распространения инфекций. Их вчера обсуждали на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. ЦУР проанализировал и собрал наиболее частые обращения и вопросы, которые наши земляки оставляют в интернете по поводу обязательной вакцинации и новых антиковидных ограничений. Так, по тепловой карте, с начала года по линии здравоохранения зафиксировано 611 обращений. За последние три месяца мы отработали порядка 250 обращений наших жителей. Мы на сегодня выбрали самые часто задаваемые вопросы жителей в социальных сетях. Некоторые жители, Юрий Иванович, наверное, к вам, некоторые жители с диагнозом COVID не госпитализируют из-за отсутствия мест. Как быть в таких случаях? Ну, на сегодняшний день ни случая ни госпитализации из-за отсутствия мест неизвестны, потому что поечный фонд абсолютно у нас достаточен и обеспечен. Ко мне обращаются граждане, которые говорят о том, что их не госпитализируют. Нужно понимать, что госпитализация – это все-таки по медицинским показаниям нужно проходить. И с уровнем КТ-1, неосложненные формы, без сопутствующих заболеваний, госпитализации не подлежат и должны лечиться амбулаторно. Я понимаю настороженность многих наших земляков, которые, получив положительный тест, сразу хотят попасть в стационарную. Уважаемые друзья, лечение должно быть адекватно тяжести состояния процесса. Если у вас КТ-0, КТ-1, то госпитализация в данной ситуации не обязательна. Понятно. Наши уважаемые жители, также просьба задавать прямые вопросы в прямом эфире. Мы находимся в прямом эфире, можете задавать в течение нашего эфира, мы постараемся ответить максимально. А что мы не сможем ответить, конечно, мы вам дадим обратную связь непосредственно уже после прямого эфира. Значит, следующий вопрос. Сколько неотложных медицинских бригад обслуживают на сегодняшний день в городе Беста? С признаками ковид, в том числе и детские неотложные, потому что фиксируется обращение, что не могут дозвониться, не могут вызвать, либо имеются факты неприезда, неотложность службы. Заявили. Количество неотложных бригад в республике Калмыкия, в городе Беста, зависит от уровня заболеваемости. Этот процесс динамический, потому что он требует наличия кадров и требует наличия финансовых средств на фонд оплаты продать и на многие другие вещи. На сегодняшний день в республике Калмыкия у нас получается 6 детских бригад неотложных, это в городе Леста, и 11 неотложек развернута на базе городской поликлиники. Конечно, можно было бы делать и больше, но мы должны понимать, что на сегодняшний день в республике мы не перешли на закрытие плановой медицинской помощи. Мы не отказались от диспансеризации, мы не отказались от вакцинальной кампании. Ведется плановый медицинский прием по всем видам заболеваний. Кадровый потенциал, к сожалению, ограничен. Поэтому на сегодняшний день то количество бригад, которые работают в городе Лесте, соответствует нормативным требованиям и обслуживаниям в срок до 4-6 часов неотложкой. Городские учреждения стараются максимально выдерживать. Я приношу извинения тем жителям республики, которые в срок не дождались. И тем более, если этот срок временной значительно превышает установленные нормативы, пожалуйста, вы можете обратиться в Министерство здравоохранения. Мы разберемся в причинах. Если это чисто физическая нехватка бригад и наши специалисты просто не успевают объезжать, мы безусловно добавим бригады. Но поверьте мне, с ростом уровня заболеваемости у нас есть уже определенный алгоритм. Мы наращиваем количество машин и количество специалистов. Здесь, кстати, тоже я хотел акцентировать внимание именно на городе Леста. Почему? Потому что здесь у нас только имеются такие проблемы. И тут же хотел поблагодарить районы центральных больниц, которые справляются. У нас это подтверждается отсутствие обращения жителей районов. То есть районные больницы не справляются с таким, получается. Именно проблемы у нас непосредственно в городе Леста. Поэтому, конечно, спасибо, что разъяснили. Я думаю, нашим жителям будет понятно. Также еще хотел, уважаемые жители, также обратиться к вам, наверное, да. Сами внимательно смотрите за изменениями, да, именно на официальных страницах Минздрава, различных детско-медицинского центра, различных пабликах. Потому что там имеются справочные телефоны. Допустим, имеются такие обращения, где неактуальны телефоны, допустим, заявлены, что не можем дозвониться и поднимают ажиотаж. А на самом деле, этот телефон уже давно отключен и уже заведен многоканальный телефон, где наши жители спокойно дозваниваются и вызывают неотложку. И тем самым вы сеете, можно сказать, личный страх и сеете панику. Дальше. Жители Лаганский и Яшковский районов пишут об отсутствии нормальных условиях в их временных ковидных госпиталях, Игорь Ильич. Ну, здесь ключевое слово «временные». Уважаемые земляки, действительно, пандемия – это экстренная ситуация, это неординарная ситуация. И требовать от госпиталя, который развернут в каком-то общежитии, развернут в каком-то приспособленном помещении, в образовательном учреждении, всех мусс в соответствии полному, санпиновому, всего остальному, ну, поверьте мне, это просто несерьезно. Задача этих госпиталей – изолировать человека, создать условия, пригодные для нахождения. Мы не можем сделать там идеальные условия, как, скажем, в каких-нибудь российских или западных сериалах. Эти госпитали осознаны для того, чтобы в экстремальных условиях возвращать здоровье и спасать жизни людям. Поэтому прошу простить нас за неудобства, но другого варианта, к сожалению, у нас нет. И если пандемия будет нарастать, будут скачки и всплески заболеваемости гораздо выше, мы будем разворачиваться в любых приспособленных зданиях и сооружениях. Самое главное – это обеспечить медицинским персоналам и спасти жизни и здоровье земляков. Бытовые условия нахождения в данной ситуации мы отбегаем на второй план. Далее. Фиксируем жалобы на очередь при получении результатов КТ. Ну, опять-таки, на сегодняшний день получение результатов КТ, оно регламентировано в течение суток. В течение суток на сегодняшний день в Калмыкии все это отрабатывается. Вот лично мне в Министерство здравоохранения не поступило ни одного обращения на задержку получения результатов КТ. Опять-таки, вы должны понимать, что специалистов, которые могут грамотно прочитать КТ, у нас в Республике Калмыкии – это единичные. И если доктор в пиковую нагрузку находится на рабочем месте и производит исследования, и в первую очередь по каналам информационным передает информацию, скажем, докторам, которые находятся в госпиталях, которые находятся в поликлинике, и только вечером будет заполнять документы на выдачу, я не буду предъявлять претензи этому доктору. Потому что самая главная информация в данной ситуации – это то, что бы получили медицинские работники. Поэтому, если вам приходится ожидать результатов КТ, ну, будьте, пожалуйста, немного, скажем так, терпеливее. Потому что и количество сотрудников, которые могут расшифровать компьютерную томографию, и количество сотрудников, которые заполняют документацию, все-таки ограничено. И поверьте мне, действительно, у нас это организовано весьма достойно. Потому что результаты КТ в течение суток каждый гражданин может получить. Спасибо. В соцсетях обсуждается строительство инфекционных госпиталей. Можете пояснить ситуацию? Да, на сегодняшний день Республика Калмыкия попала в регионы, в которых будут построены инфекционные госпитали. На сегодняшний день с федеральным центром согласована площадка, на которой будет происходить строительство. Сейчас в федеральном Минздраве идет завершение всех технических характеристик, параметров этого госпиталя. Должен сказать, что он будет очень современным, со всем медицинским оборудованием. Также там будет и обеспечение кислородом, и всем остальным. Кроме этого, по программе Минздрава Российской Федерации, данный госпиталь, что если, и я надеюсь, что так и будет, большинство граждан Российской Федерации придется от ковида, и нам удастся погасить данную пандемию, данный госпиталь может быть очень легко и функционально переоборудован просто в лечебное учреждение другого профиля. Поэтому здесь все идет своим чередом. Я такомендую, Юрий Ильич, что у нас с коечным фондом все нормально, то есть у нас нет необходимости разворачивать в поле, как у нас жители тоже требуют, давайте срочно обращаясь в Министерство обороны. Честно скажу, зная менталитет нашего населения, никого в этой палатке, извините за выражение, вот этих двухъярусных кроватей туда точно не загонишь. Лучше они лечатся либо в Яшкуль, либо в Комсомольске, мне кажется. Юрий Ильич, как у нас коечный фонд? Да, на сегодняшний день в Республике Калмыкии ни разу не было такого, чтобы потребность коечного фонда превышала нагрузку. На сегодняшний день у нас разгрота 660 коек в Республике Калмыкии при 510 заболевших, которые находятся на лечении. То есть сейчас 150 коек у нас свободных, это и в городе, и это развернуто на сегодняшний день во многих районах Республики. Кроме этого, дополнительно мы можем развернуть еще госпиталя, которые были свернуты на фоне спада заболеваемости. И кроме этого, сейчас мы уже прорабатывали, и проработали, уже согласовали резервные планы разворачивание дополнительных госпиталей в случае возникновения необходимости. Поэтому лечить людей в палатках на земле, разворачивать военно-полевые госпитали, никакой необходимости нет. И правительство Республики, и лично Батуль Сергеевич, всегда готовы при необходимости предоставить нам дополнительные площади. Здесь скорее вопрос будет в обеспечении кадрами этих дополнительных площадей. То есть закрыть какое-то муниципальное учреждение или перепрофилировать какое-то медицинское учреждение. Поверьте мне, это дело пяти дней. Главное, чтобы там было специалисты, которые могут получить. Ну да, я тоже согласен. Лучше, можно сказать, не спеша, но построить нормально квалифицированный медицинский центр, чем возводить эти счетовые, там, быстро возводимые, которые потом просто придут в негодность, и опять же будут кричать, там, отмыли деньги, наверное, там, что построили не такой госпиталь, там. Поэтому я считаю, что, конечно, потерпим. В принципе, тем более, если вы говорите, что коечный фонд у нас есть, пока необходимости в этом нет. Вот, Юрий Ильич, наверное, еще тоже вопрос. Те, кто вакцинировался от ковида, задают вопрос, как получить QR-коды и сертификат вакцинированных, а также QR-коды и сертификат переболевших, потому что фиксируется обращение, что поздно приходят, там, либо, и они, сами переболевшие наши жители, посещают поликлиники, изыскивают эти свои ипогличные листы. Да, на самом деле, такая проблема существует, она носит двоякий характер. Ну, в первую очередь, на сегодняшний день, самый главный алгоритм, если вы переболели, официально лечились в поликлинике, либо в стационаре, это по первому направлению, и вам не пришел QR-код, то наиболее частая причина, скорее всего, была допущена чисто механическая ошибка. Либо в дате рождения, либо фамилии, имя отчества, либо в месте рождения, то есть при заполнении медицинской документации. Это наиболее частая причина, когда QR-код не приходит на ваш личный кабинет, сайт госуслуг. Поэтому первое, что вы должны сделать, обратиться в ту медицинскую организацию, в которой вы получали лечение, и там перепроверят ваши данные, и уже не автоматически, а вручную занесут вас в регистр, и в течение суток вам придет QR-код. Это наиболее частая причина, поэтому если в первые дни после выписки вы не получили, то я рекомендую вам настойчиво все-таки обратиться и перепроверить. К сожалению, медсестры, врачи, да может быть, не к сожалению, а к счастью, неправильно выразиться, они тоже живые люди. Забивая десятки, скажем так, страниц информации, никто не застрахован чисто от орфографической ошибки. Аналогичная ситуация происходит с теми, кто проходил вакцинацию. Потому что на сегодняшний день наиболее частая причина, скажем, 90% это просто, ну, на самом деле, орфографические ошибки. Поэтому ничего сложного в этом нет. Повторюсь, обратитесь в медицинскую организацию, данные перепроверят, занесут вручную, и вы в кратчайший срок получите свой QR-код. Ну и кроме этого, конечно, нужно понимать, что сайт Госуслуг на сегодняшний день работает с огромным перегрузом. Это действительно уникальный, скажем так, портал, многофункциональный, который выполняет различные функции. Ну и, конечно, бывают перегрузки, бывают задержки. Поэтому нужно иметь немного терпения. Но самое главное, что бы я хотел сказать, действительно, это не получили QR-код, обратитесь в медицинскую организацию, в которой проходили сечение, и все вопрос быстро решится. Спасибо. Также, житель, еще раз хотел вам напомнить, что мы находимся прямо в эфире. Можете задавать вопросы. Мы сейчас после тех вопросов, которые уносили массовый характер, потом будем задавать ваши вопросы. Юрий Ильич, много обращений про отсутствие лекарств в медицинских учреждениях, в том числе для лечения ковида, амбулаторно. Какая ситуация в обеспечении лекарств? Ну, на сегодняшний день лекарственное обеспечение действительно идет с колес. поток заболевших очень большой, и не только в Калмыкии. Наши учреждения, заводы, фабрики, скажем, фармацевтическая промышленность работает в полную мощность, поэтому поставки идут. Бывают срывы поставок, бывают задержки поставок, по объективным, по субъективным причинам, но финансирование идет в постоянном режиме. На сегодняшний день по амбулаторной помощи мы получили 20 миллионов рублей. Это из федеральной дотации, поэтому городская поликлиника, будучи уполномоченным органом, сейчас проводит закупки, и лекарственные препараты все будут в полном объеме, потому что процедура госзакупок она все-таки довольно имеет свои правила. И кроме этого, огромное спасибо руководству республики, дополнительно выделены финансовые средства, помимо ОМС. Это сейчас 30 миллионов рублей на стационарную помощь, поэтому здесь мы тоже сейчас все приводим в соответствие. Обеспечение средствами индивидуальной защиты на сегодняшний день у нас вполне достаточно. Понял. Ну, я, наверное, тоже от себя, наверное, добавлю, что, наверное, все телевизоры смотрят, там условия тоже всех жесткие, где-то другие субъекты многочисленные тоже болеют, и я думаю, им тоже, наверное, большая потребность, здесь, наверное, тоже, конечно, все субъекты хотят для себя больше получить лекарств, там дополнительные перерасходы, конечно. Да, можно понять эту ситуацию. Также вот хотел лично на своем примере привести тоже, что я также переболел в средней коронавирусной инфекции, лежал в инфекционном госпитале, на своем примере убедился, что наши медицинские работники имеют колоссальный опыт в борьбе с кобидом. В пользу случаях я хотел бы передать большую благодарность инфекционному госпитальу номер 3, тоже могут лечить, кстати, лекарства тоже находились в полном объеме, то есть никакие списки не предоставляли, что там не надо докупить. В конце августа также сдал на эти тела, было 14 титров, но все равно принял решение вакцинироваться. Сделал спутник себе, два компонента, конечно, для себя, для своей безопасности, тем более работа такая, публичная, со всеми странами общаясь, а также для своих родственников. Ну, честно скажу, на себе я не испытал никаких побочных эффектов, то есть все прошло нормально, что первая вакцина, что вторая, то есть никаких побочных эффектов у него. Вот, и отсюда тоже вопрос, почему сегодня наши жители продолжают игнорировать призывы к вакцинации? Ну, опять-таки, я считаю, что это скорее, наверное, степень какая-то страха и недоверия у определенного процента жителей, к сожалению. И у большинства жителей это просто обычная безлаберность и надежда на авось, что пронесет, что меня минует. К сожалению, поверьте мне, в республике, наверное, не осталось ни одной семьи, ни одного рода, кого бы ковид не зацепил, и не зацепил бы очень жестоко. Уважаемые граждане, ну, действительно, мы с Жаном Кроникововичем в самом начале говорили с сожалением о том, что в пандемии побеждаются только вакцинации, у нас нет вакцины. Сейчас появилась вакцина, а мы почему-то пандемию не побеждаем. Единственный путь, который нам позволит избежать человеческих жертв, единственный путь, который нам позволит загнать коронавирус в определенные рамки нормальной инфекционной заболеваемости, это только вакцинация. Поэтому, ну, не слушайте вы призывы там всяких антиковидников. Единственная возможность это только привиться. Поверьте мне, я очень часто встречаюсь с людьми и со знакомыми, близкими, и незнакомыми, которые переболели ковидом, и которые на сегодняшний день уже выписались, и вот они все уже идут ко мне с призывом о том, слушай, вот месяц прошел, может мне уже привиться. Нет, через месяц рановато. Пять месяцев и вперед. Каждые пять-шесть месяцев нужно делать прививку. Я привился повторно через пять месяцев, привил маму, брата с его семьей, супруга привил. И поверьте мне, но ни у кого из нас нет осложнений. Привилось уже 80 тысяч жителей Калмыкии. Если мы привьем еще 80 тысяч, то поверьте мне, мы действительно тогда загоним эту пандемию в управляемые инфекции, в управляемые рамки. И не будет нагрузки ни на бюджет, и тогда сможет развиваться нормальный другие отрасли экономики, республики Калмыкии, которые сейчас находятся в ущемленном состоянии, потому что все-таки борьба с ковидом всегда съедает огромные средства в бюджете. Поэтому прививаться надо обязательно. история показала, что тоже, когда непосредственно черный оспа появилась, то же самое. Никто не верил, кто-то думал по-опереду на другую территорию, древними способами пытались уберечь, но как показала практика, пока не придумали вакцину и прививку. Только оно, по-моему, остановило, поэтому я думаю... Я хотел бы добавить, что на сегодняшний день нежелание людей прививаться от коронавирусной инфекции не является медицинской проблемой. Это проблема нашего общества, это системная проблема, антиваксеры, она достигла, наверное, пика в данный период, если раньше мамочки не хотели детей прививать от кори, от парадита, потом все-таки дошло до ПЦЖ уже, туберкулеза. И вот как раз период пандемии он обострил все эти страты, все недоверия, которые присутствуют в нашем обществе в более такой жесткой форме недоверия друг к другу, к власти и так далее. И мы с Юрием Викторовичем все время призываем уберите вот эти все ваши политические какие-то предпочтения, недоверия к власти, к производителям, не знаю и так далее. Просто идите и привейтесь. Речь идет о вашем здоровье и здоровье ваших близких. Это речь идет только о здоровье, больше ничего. Ну, честно скажу, на личном примере тоже потерял много родственников, честно скажу, дядек, таких суровых наших колоннских мужиков, которые тоже скептически относились отчасти. Юрий Петрович, а вот, кстати, пользуясь случаем хотел спросить, через сколько после вакцинации когда вакцина начинает действовать? Потому что люди думают сразу сделали, завтра сегодня бронированный и мы уходим начинаем ходить без масок. Ну, здесь нужно смотреть, ну, во-первых, без масок ходить нельзя в любом случае, потому что беречься надо, вирусы мутируют, можно вместо ковида получить какой-то другой вирус, ОРВИ, грипп, и, поверьте мне, это тоже будет не сладко. Вот, но на сегодняшний день необходимо прививаться через пять месяцев. если вы прививаетесь двухкомпонентной вакциной, то нужно понимать, что период между первой и второй вакциной, особенно если вы делаете первую прививку, это абсолютно организм не защищен, потому что это просто прививка накопительная. Вторая фаза, это разрешающая фаза вакцинации, и примерно через две недели после второй будет уже выработан максимальный титр антител. Если вы прививаете с однофазной спутник лайт, то есть которая делается однократно, то три-четыре недели, когда антитела выработаются в организме. Вам же не вводится комплект антител готовых, которые циркулируют в крови там пять-шесть месяцев. Вам вводятся компоненты, которые заставляют вашу иммунную систему самой вырабатывать защитные антитела к коронавирусу. Для этого организму нужно время. Каждый организм индивидуален. Кто-то быстро реагирует, кто-то медленнее реагирует, но средний срок три недели. Иррич, а вот еще для наших жителей различного возраста, молодого до пожилого, скорее всего, интересует вопрос рекомендательный характер. То есть какая вакцина для кого более предпочтительна? Лайк, кави-вак, кипи-вак? Но вы поймите, что на сегодняшний день десятки стран мира привились нашими российскими вакцинами. И привились уже более 80% населения. Это европейские, азиатские страны, страны американского континента, африканские страны. Огромное количество населения привилось нашими вакцинами. Говорить о том, что какая-то вакцина лучше, какая-то хуже, ну это просто скажем так непрофессионально, это невозможно сделать. На сегодняшний день все 4 наши вакцины отлично работают. Мы видим эти результаты. Я говорю, вот сейчас медикам Калмыкии нет никакой необходимости опираться на труды каких-то других исследований. у нас накоплена огромная база данных. На сегодняшний день привито 80 тысяч человек в Калмыкии. 80 тысяч, то есть наглядных людей, которые прошли через нашу систему здравоохранения. Сейчас уже пошел второй этап ревакцинации и поверьте мне, те, кто привились первый раз, на второй этап идут активно, осознанно и скажем так уже с пониманием того процесса, который их ожидает. Потому что даже если кто-то из этих людей переболел ковидом, они перенесли его легко. У меня много знакомых, у которых сахарная или опять заболевание сердечно-сосудистой патологии, которые перенесли серьезные заболевания и вовремя привились. И переболев ковидом, даже попадая в госпиталя, никто из них не дошел до реанимации и были выписаны. А их, казалось бы, более крепкие родственники перенесли это заболевание в десятки раз тяжелее. Поэтому говорить о том, что есть вакцины плохие, есть хорошие, нет. Механизм действия всех вакцин один. Запустить ответ иммунной системы организма человека. Я хотел бы добавить, что выбор вакцин мы подходим функционально медике к этому. Например, спутник ВИ, он разрешен людям старше 60-ти. Ни Кови-Вак, ни Пивак не разрешен. Значит, это одна область применения. Кови-Вак промежуток между двумя постановками, если у спутника ВИ 3 недели, у Кови-Вак и 2 недели. Значит, тоже, если кому-то интересует временный интервал, вы на Кови-Вак. И Пивак, например, вакцина, это единственная вакцина из-за разрешенных у нас на территории России, которая холодовую цепь требует стандарта плюс 4, плюс 8. Значит, при вакцинации каких-то отдаленных населенных пунктов или там вахтовых, или при выезде можно использовать Эпи-Вак. Мы подходим чисто функционально к этому. А так, действия вакцин, их эффективность на сегодняшний день в принципе они более-менее одинаковые. Понятно. В пользу я хотел рассказать такую историю. У нас поступил инцидент связанный с Минздравом. Тоже писали обращение типа Минздрав, беспредел, куда смотрите. Я хотел спутник ВИС сделать, а мне какой-то гамковид вкололи. Такое тоже было. Оказалось, что это просто научное название было. спутник ВИС. Но мне звонили тоже на горячей и говорят, когда придет вакцина, чувак. Я говорю, гамк, криво, я не знаю. Гамк, чувак, я не знаю. Оказался тот. Юрий Викторович, Джанин Викторович, вопрос у нее. Имеется ли ограничение либо противопоказание вакцинации для молодого поколения либо беременных? У нас тоже беби-бум идет, люди не останавливаются, то есть развитие идет. А вот именно сейчас каким быть, то есть как-то? и новые модификации дельта-штамма, которые появились в Европе, и, кстати, первый случай зарегистрировано уже в России, они нацелены на сегодняшний день на молодое поколение. количество заболевших беременных в стране ковидом сейчас, по сути, в четыре раза выше, чем было во вторую волну. О том, как беременные переносят коронавирус, ну, это просто страшно. Это не беременных больше стало, это вирус стал более заразным. Это вирус стал более заразным. Беременные переносят очень тяжело, но вы представьте себе, что такое, скажем так, организм беременной женщины после 22-й недели. Это бурно растущая матка, которая поджимает все органы брюшной полости вверх, соответственно, поджимается диафрагма вверх, соответственно, уменьшается объем легочной ткани. И с каждой недели этот процесс нарастает. Легкие и так работают, ну, с половинной мощностью, потому что не могут расправиться. Второй момент, это ограничение подвижности беременных. Матка давит также и на вены, артерии, брюшной полости. Из-за этого возникают отеки, что тоже является катастрофой в ковиде. в нижних конечностях. И кроме этого, сам плод потребляет огромное количество кислорода в крови. А плод, он после 22 недели очень быстро растущий. И, соответственно, организм беременной, наверное, это самый незащищенный организм, если брать из всех возможных ситуаций. И когда беременная заболевает ковидом, процесс болезни течет очень тяжело. просто катастрофически тяжело. На сегодняшний день полностью научно доказано, и я очень рад, что уже более там около сотни женщин нашей республики Калмыкии привились от ковида. Я не рекомендовал бы, прямо скажу, прививаться на ранних стадиях беременности. То есть, когда идет закладка органов и систем, когда формируются органы и системы плода, его сердце, печень, легкие и все остальное, лучше предохраняться обычными мерами защиты. Жестко ограничить контакты. Максимальность куда-то выходить это перчатки, маска и все остальное. Режим проветривания, прогулок лучше в такое время, в таких местах, где нет скопления народа. Но после 22 недели я наоборот бы советовал вам основным средством защиты сделать вакцину. Потому что именно вакцинация после 22 недели, когда уже нет угрозы никакой наплод, хотя вакцины абсолютно безопасны для беременных, но это опять-таки я говорю мое частное мнение. После 22 недели я бы рекомендовал всем беременным привиться. потому что заболев после 22 недели шансы на нормальный исход по сравнению с любым другим пациентом конечно будут гораздо более худшие. Потому что именно физиологически ваш организм уже будет находиться в таком состоянии. То есть до 22 недели это ограничительные мероприятия. После 22 недели это мое убеждение. Я убежден в этом и уверен в этом и племянникам жены которых беременны. Я настойчиво это рекомендую и они это делают в обязательном порядке нужно привиться. Потому что попав беременный в ковидный госпиталь риски что будет трагедия в семье очень высоки. Очень познавательная информация честно скажу. Вчера был оперативный штаб непосредственно связан с борьбой коронавирусом. 25 будет указ главы республики там будут какие-то нововведения. Наверное жители хотели заранее подготовиться более получить информацию спланируют свои семейные вопросы с детьми со студентами свои рабочие моменты. Хотел спросить о том что те вопросы которые поступали после обращения главы республики непосредственно Сергеевича Хасикова. Как будут обстоять дела с теми людьми кто приедет к нам из других регионов в период нерабочих дней? они будут разносить заразу? Мы с Юрием Викторовичем неоднократно уже освещали этот вопрос в основном это был весна начало лета прошлого года мы призываем наших земляков соблюсти меры изоляции добровольно на сегодняшний день ограничивать передвижение наших граждан из региона в регион и вводить какие-то ограничения во-первых это антиконституционно во-вторых это не наши компетенции так конечно риски очень большие мы с напряжением так сказать ждем этот период что когда Москва уже объявила на выходные дни большие города Петербург присоединится ожидается приезд наших земляков студентов тех кто там работает и с этим конечно даже мы не говорим уже риск мы знаем что завезут будет определенный подъем заболеваемости поэтому еще раз хотел обратиться в первую очередь к нашим жителям которые живут за пределы и хотят приехать на эти нерабочие дни домой вы же едите к своим близким качкам мавкам родителям братьям сестрам поэтому соблюдайте меры профилактики следите за собой говорить ну уже какие меры профилактики думаю нету смысла все все знают поберегите себя и поберегите своих близких особенно пожалуй да вот сейчас появился указ президента был то что с 30 октября будут каникулы там да у нас как обстоят дела и закроют детские сады потому что много детей давайте так указа главы еще не было ну да комментировать нормативный документ который еще не вышел и не могу но я могу сказать что я лично внес вчера на оперативный штаб предложение о том чтобы образовательные учреждения школы в первую очередь вышли на каникулы на неделю раньше завтра я предложил что в 23 это был последний день первой четверти потом дети выйдут на каникулы вынужденные еще плюс недели и того с теми нерабочими днями которые объявил президент мы выдержим инкубационный период 14 дней что касается детских садов то детские сады будут работать в следующую неделю я так понял что детские сады не будут работать именно в тот период когда будут объявлены нерабочие дни также выход на неделю раньше на каникулы это касается других учреждений образовательных среднепрофессиональных училища наши также не будут работать дополнительные дополнительные образования кружки секции и другие они тоже с 23 да иначе смысла нет нужно на 2 недели именно прервать цепочку передачи у нас конечно в калмыкии ситуация не такая крайне сложная как в других регионах но мы работаем на опережение если мы с Юрием Викторовичем думали что мы начнем активно как бы видеть рост и будем выходить на пике где-то к середине ноября то надеюсь с этими выходными вынужденными двухнедельными я думаю у нас пик заболеваемости сдвинется на более позднее время понятно и ручь кстати вопрос такой а школьники у нас как болеют вообще есть у нас большой процент или как у нас уходить на удален протест за прошедший период пандемии у нас в среднем дети занимали 9-10% и в основном это были или подростки более старшего возраста или дети которых есть сопутствующие заболевания отягощенные анамнезы на сегодняшний день по итогам прошедшей недели мы видим относительно рост заболеваемости среди детей особенно школьного возраста составил это 13,2% школьники это чуть больше чем обычно мы не видим взрывного роста заболеваемость с ковидом среди детей школьного возраста даже ниже чем на второй и третьей недели сентября когда дети пошли в школу но мы видим рост мы не видим большого роста среди старшеклассников среди детей 15-18 лет 16-18 лет мы видим больше всего доли заболеваемости среди детей средних классов это возраст с 12 до 16 и видим незначительный но рост среди детей до 6 лет это о чем Юрий Викторович говорил что на сегодняшний день дельта начинает пробивать более молодые возраста вирус набирает свои патогенные свойства и отдельные эксперты уже признают что возможно нас накрыла как ее называют супер волна потому что по опыту других государств а например в Великобритании чуть раньше вступила в этот период кто-то раньше кто-то позже но вот эта длинная затяжная волна она будет идти у нас по прогнозу некоторых экспертов до весны и поэтому те решения которые будет принимать Уперштаб и принял и мое постановление об обязательной вакцинации именно это рассчитано на профилактику и на предотвращение ухудшения ситуации Уважаемые руководители профессионалы хотел так же спросить один вопрос у нас тоже про летальность по новостям видно 2-3 человека умерло за сутки вообще в сравнении статистики ведется статистика по России по субъектам как мы выглянем на фоне регионов на сегодняшний день летальность в Калмыкии то есть количество умерших от числа заболевших 1,9 промилле в России показатель 2,4 но есть целый ряд регионов которые конечно выше среднероссийского показателя этот показатель подтверждает уровень профессионализма наших медицинских работников маршрутизации которая была разработана и данный показатель он является наверное третьим по уровню в России Юрий Викторович скромничает я хочу сказать если у нас 1,9 то в Краснодаре 4,6 в Ростове 4,4 Дагестан 4,6 а у нас 1,9 вы понимаете что это обозначает это процент умерших среди заболевших корон не, вроде кто-то порадуется но все равно конечно это тоже смерть трагедия наших жителей другое дело что статистика летальности она день в день не показывает ситуацию потому что в среднем результат получения вскрытия где-то от 25 до 30 экспертиза всех органов системы микроскопии да идет по зданиям в 30 где-то дней в среднем ну да а то у нас жители думают вчера родственник умер и тут же статистику сверяют или там на похорон поехали увидели что тем более при ковиде там уже 4 группы врачи врачи до смертей и только одна из них непосредственно коронавирусная инфекция мы будем надеяться только на профессионали наших врачей которые не допустят больших смертей наших жителей поверьте мы врачи очень надеемся на сознание наших жителей которое наконец-то привьется и мы получим передышку еще такой вопрос а студенты тоже отправляются на каникул джангер или непосредственно с УЗИ нет высшие учебные заведения будут только вне рабочих дня ну с 30-го да как вообще российский да ясно а студенты иностранцы которые у нас проживают в республике колонки они будут домой выезжать тоже беспокоят жителей ну они поедут на каникул домой непосредственно в свои страны иностранные и потом вернутся в России ну это личное дело иностранцы то есть такого там нет ну да у нас единственное ограничение пересечения границы если он будет сюда ехать к нам то справка ПЦР заприняем QR-код было еще рекомендовано ну изоляцию у нас в нашем университете в этом плане хорошо поставлено система есть что если приезжает иностранец его заселяет обсерватор проходит обсервацию у них есть разделение да мы работаем уже второй год с нашим университетом и хочу отметить грамотные действия руководителя на самом деле очень низкий процент заболевших учебный процесс организован очень громад они иностранцев 7 месяцев не выпускали из-за общежития в прошлом я помню тоже фиксирую а еще вопрос непосредственно уже вчера вечером стали фиксироваться после выхода информации в социальных сетях в СМИ преподаватели врачи те кто 60 плюс и тоже одновременно вакцинированы им как быть уходить на самоизоляцию или могут работать продолжать руководить на сегодняшний день если человек вакцинирован это его право выбора то есть он может на основании нормативных актов которые сегодня существуют уйти на изоляцию либо на дистанционные методы работы но если он вакцинирован он также имеет право участвовать в обычном работе его не могут отстранить от работы и уволить это очень существенно еще такой вопрос Юрич тоже к вам как будут работать медицинские учреждения в период нерабочих дней с 30 по 7 ну к сожалению я с удовольствием объявил выходные дни Дакара но медицинские учреждения все будут работать в штатном режиме сейчас мы посмотрим поступили ли вопросы в наш прямой эфир пробежимся повторник еще раз предприниматель у нас необходимости нет дополнительных мобильных мобильных кабинетов по вакцинации вводить у нас нагрузки такой нет у нас есть два мобильных кабинета но с введением обязательной вакцинации то что Джангер Николаевич своим постановлением вел мы считаем все таки действительно обратиться ко всем предпринимателям работодателям на сегодняшний день мы активно собираем списки со всех районов со всех учреждений и я думаю все таки если где-то будут большие коллективы где-то районные муниципальные образования могут собрать людей то мы со своей стороны готовы организованно выехать и привить чтобы каждый человек не ходил в поликлинику не стоял в очереди поэтому на сегодняшний день мы объявили сбор информации Министерство экономики Республики Калмыкия сейчас передаст нам информацию о тех предпринимателях у которых есть сотрудники которые попадают в действие данного нормативного акта Роспотребнадзора также главы районных муниципальных организаций Бату Сергеевич вчера получили поручение о том чтобы предоставить списки их организаций Министерства здравоохранения и мы безусловно составим график и обязательно привьем всех Юрий я хотел бы сказать что работодатели обязаны до 1 ноября предоставить списки медицинские учреждения если они до 1 ноября не предоставят списки наступают административные санкции и мы начнем проверять у нас есть несколько реперных точек по постановлению до 1 ноября подать списки работников если они не подали штраф с 15 ноября кто не привился первым компонентом или не закончил курс вакцинации тоже будет отстранен вторая дата уже 15 декабря кто не прошел полный курс вакцинации это в зависимости какую вакцину у нас еще и лайт есть значит крайний срок 15 декабря с 15 декабря непривитой человек или который не переболел последние полгода он будет отстранен от работы и еще вы спрашивали про оперштабное решение было принято решение коллеги что мы с 1 декабря вводим куар-коды на посещение отдельных объектов поэтому люди смотрите ситуация у нас еще в Калмыкии не такая напряженная как в других регионах у нас есть какой-то временной интервал для раскачки но имейте ввиду сроки я обозначил 15 ноября 15 декабря по вакцинации и 1 декабря это куар-коды ну уважаемые жители честно говоря для раскачки времени уже нет последние 2 недели мы фиксируем рост и этот рост прогрессивно нарастает от недели к неделе на сегодняшний день мы уже перевалили цифру 500 занятых коек хотя совсем недавно у нас было их 400 каждый день на амбулаторном этапе у нас прибавляется 60-70 пациентов под наблюдение поэтому давайте не расслабляться и потому что ситуация в стране она действительно очень грозная да я наверно извиняюсь перед слушанием Юрий Викторович насчет ситуации текущей да мы последние 2 недели видим рост заболеваемости если до этого было падение потом мы видели снижение темпов падения заболеваемости на сегодняшний день за 2 недели мы отмечаем рост у нас в городе Иллистина 14 процентов выросло у нас в половине района выросло у нас на высоких цифрах стабилизировала ситуация в Лаганском и в Сарпинском районах мы видим относительное снижение заболеваемости в Черноземельском Яшкутском и в Юстинском районе но все-таки та ситуация на которой сложилась на сегодня она оптимизма не вызывает поэтому мы по прогнозам как я уже говорил мы ожидаем что в середине ноября выйдем на пик и опять те кошмарные цифры опять эти забитые койки госпитализации сотнями в день поэтому и чтобы предотвратить все негативные последствия и как раз о чем я говорил про суперволну затяжную поэтому и вынужден был издать постановление об обязательной вакцинации от короны и если не ошибаюсь на вчера только один регион оставался в Ингушетии которые не вели вакцинацию есть разъяснительное письмо совместное Роструда и Роспотребнадзора вот это совместное письмо Министерства Труда и Соцзащиты оно размещено везде в принципе в гарантии даже есть называется разъяснение по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах здесь есть памятки работодателя есть алгоритм действий для работодателя например такие работодателю необходимо определить перечень работников которые подлежат вакцинации издать приказ по организации проведения профпрививок в приказе необходимо указать сведения о необходимости вакцинации сроки прохождения вакцинации информация о прохождении вакцинации или об отказе от этой процедуры не забываем что в принципе у каждого гражданина есть право и отказаться но этим он берет на себя всю ответственность порядок предоставления сведений о прохождении вакцинации порядок предоставления сведений о противопоказаниях прививки. Должностное лицо он должен определить работодатель, который будет ответственен за организацию прохождения вакцинации. Здесь же есть обоснование отстранения работника с ссылкой на пункт 2 статьи 5 Федерального закона 157 и части 1 статьи 76 Трудового кодекса. 157 ФЗ это об умонопрофилактике населения. Также здесь на основании нашего специализированного закона о санэпид-благополучии населения. Ссылка опять же на закон и наше санитарное правило. Затем ознакомить работников, которые подлежат вакцинации с приказом под росписью, организовать прохождение вакцинации и дать работникам возможность в течение рабочего времени пройти как раз вот эту прививку. Тут работодатель может сохранить им заработную плату на период отсутствия, может поощрить какими-то отгулами или присоединить этот день к отпуску. Здесь не воспрепятывается ни одна мера поддержки работников. И в случае отсутствия, как я уже говорил, к установленному сроку 15 ноября первым компонентом и 15 декабря закончены курсы. Работодатель обязан отстранить этого работника, если у него нету противопоказаний и так далее от работы. Форму приказа работодатель может разработать сам. Давайте уже пробежимся по непосредственному вопросу, который поступает в прямой эфир. В настоящее время есть вакцина кови-вак и можно ли привиться ей тем, кому за 60? Кови-вак нет. Кови-вак нет. Вакцина есть, за 60 прививаться нельзя. Понятно. Добрый день. Нужна ли вакцинация после ковида, если после болезни прошло 4 месяца после прививки? После болезни, после прививки? В любом случае полгода. Ну да, 6 месяцев. 4 месяца. Не, ну здесь на разговор за 4 месяца. Ну, я считаю, что с 5 месяца можно прививаться. Я привился на 5 месяц. Так. Так, про кови-вак задали вопрос. Арье у нас есть? Ну, мы обобщились. Почему, когда в классе один ребенок заболел коронавирусом, весь класс не изолирует, а изолирует только соседей по парке? Есть такая практика, если мы в начале проявления коронавирусной инфекции, например, весь самолет отправляли на изоляцию или весь класс, то практика показала, что все-таки тот аэрозоль, который образуется при коронавирусной инфекции, он вызывает такое прямое заражение в пределах полутора-двух метров. Мы делали эксперименты, мы полтора-два месяца наблюдали, это не только у нас в регионе, в других. Мы изолировали весь класс, брали промежуточные мазки, наблюдали, пришли все-таки к выводу, что дальше полутора-двух метров смысла нет брать контактных, и тем более это детский коллектив, тяжело изъять весь класс, как бы вырвать из учебы и так далее. Понятно. Расскажите, пожалуйста, почему выплаты урезали медикам, работающих в красной зоне? Имеется такие факты? Ну, насколько мне известно, никаких постановлений ни правительства Российской Федерации, ни местных нормативно-правовых фактов об урезании выплат не было. Единственное, что в начале года, да, произошло снижение выплат, но... Нет, факт скажет, в какой больнице, хотя бы специалистам можно было бы понять. Понятно. Кафе и рестораны будут закрывать? Свадьба 31 октября, как нам быть? Рекоменеться. По крайней мере, на вчерашнем оперштабе речь на вот этот временной период по 7 ноября речь не шла о закрытии объектов общественного питания, но я хочу сказать, что я как врач-эпидемиолог, как надзорник, я предлагал это. Я предлагаю всегда самый жесткий вариант. Юрий Викторович, в принципе, тоже, потому что мы как врачи, как медики понимаем все риски, но руководство республики выбрало довольно-таки мягкий вариант. Мы понимаем тоже, что здесь есть и проблемы с экономикой, и занятостью людей, и с накоплением мы это проходили уже весной, когда в течение месяца был локдаун, и люди, конечно, оставались без средств к существованию. Но на сегодняшний день руководство республики пока не планирует это делать. Можно оформить путевку в санаторий после перенесенного ковида? Да, конечно. На сегодняшний день после перенесенного ковида либо лица, страдающие хроническими заболеваниями, идут к своему терапевту, если есть показания для санкур-лечения, терапевт оформит санаторно-курортную карту. Санаторно-курортную карту вместе с пакетом документов вы сдадите в специальный отдел Министерства здравоохранения. Данные документы мы разместим на портале санатория, который соответствует профилю вашему заболеванию, и санаторий пришлет вызов тогда, когда у него будут места. Поймите, уважаемые граждане, еще один раз хочу объяснить, в Министерстве здравоохранения ни у кого из сотрудников в тумбочке, в столе, путевке или так называемые квоты не лежат. Уже более трех лет как единственный механизм попадания в санаторий, что документы размещаются на соответствующем портале в системе, и санатории сами отбирают себе пациентов и назначают дату приезда. если вас отберут, то пришлют вызов, вас уведомят, и вы поедете отдыхать. Понятно. Что, вроде бы, проговаривали, да, в течение нашей эфира, вопрос все равно, если сотрудник только что переболел, ему все равно нужно вакцинироваться до 15 ноября? Нет, 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 ну, вы поймите, полгода должно пройти. Ну, да, и в постановлении о обязательной вакцинации черно-по-белом написано, что есть определенные противопоказания в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения. Туда не попадают люди, которые переболели менее полугода назад, прошедшие вакцинацию менее полугода назад, и имеющие противопоказания. Противопоказания бывают постоянные, бывают временные. Постоянные, ну, это, наверное, более серьезные заболевания, временные, это текущие, температура поднялась, урвы, переносите на ногах, там, аллергия в какой-то период, вот и все, весь исчерпал. Интересный вопрос у мужа, 5 положительных результатов, почему так происходит, симптомов нет, месяц уже сидим дома. Ну, отдельно и бывают такие случаи, мы даже не называем казуистическими, когда носитель выделяет в окружающую среду как раз долгое время возбудители. Тут, знаете, корона, вообще такое странное заболевание, у нее идет предсимптоматическая передача. Классика медицины, эпидемиологии, в том числе, больной становится заразен, когда появляются клинические симптомы, а при короне он бессимптомно заразен. И то же самое здесь, здесь, наверное, какие-то особенности, что-то связаны с преобладанием клеток, АЦЕ2, наверное, верхних дыхательных путях, возможно, еще какие-то причины. Поэтому, наверное, это долгий процесс. Ну, вот, такой, наверное, калмыцкий вариант. Как быть человеком, который никуда не обращался, переболел дома, амбулаторно, никуда не ходили, семья, остальные члены семьи болели официально. Как получить QR-код? Никак. Пусть идет прививайте. То есть, ну, сдает на отечество, да? Если он не посещал врача амбулаторно, не находился на соснарном лечении, он не получит QR-код. Он не получит QR-код, это раз. Скорее всего, этот человек переболел в легкой форме. В легкой форме иммунитет сохраняется максимум два месяца, три месяца. Понятно. Я вот сам по себе, да, в легкой форме переболел, я был вакцинирован, у меня не выработались антитела М. это о чем говорит, о том, что сразу клетки иммунитета начали, распознали клетки, сразу начали их атаковать в чужую сторону. И то же самое у них получается, кто легко переболел, иммунитет на второй, третий месяц уже не. Ну, понятно. Ну, в принципе, наш эфир подходит к концу. Уважаемые земляки, просим извинения, вопросов действительно много. Мы также постараемся вам ответить, кто обращался на площадку ЦУРа, кто обращался на площадку Минздрава. Мы найдем ответы полностью объективные, исчерпывающие непосредственно лично к вам. Вопросов много. Юрий Алексеевич, Диана Галинкович, я вас жду в следующий раз. Вопросов много по здравоохранению. Я думаю, в следующий раз.